Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Заплатить по счетам. Губернатор потребовал от владельцев автоваз-агрегата отдать долги перед рабочими в течение месяца. Прощальный привет от зимы. Глава города поставил перед коммунальщиками задачу очистить город от снега. Подарили надежду. Почти полмиллиона рублей удалось собрать организаторам благотворительного аукциона на лечение больных онкологией. Первые выплаты задолженности по зарплате сотрудникам автоваз-агрегата начнутся через неделю. В Москве состоялась встреча главы Самарской области Николая Меркушкина с основным акционером предприятия Алексеем Козловым, на который губернатор потребовал от владельца автоваз-агрегата полного погашения долгов в течение месяца. Алексей Козлов дал Николаю Меркушкину соответствующие письменные обязательства. Сегодня же в отношении генерального директора ОАО «Автоваз-агрегат» Виктора Козлова правоохранительными органами была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Напомню, 24 февраля он был задержан Тольяттинской полицией в одном из московских аэропортов. Возбуждено уголовное дело. Ситуация вокруг автоваз-агрегата находится на постоянном контроле администрации президента России, полпредов ПФО Михаила Бабича и губернатора. Николай Меркушкин подчеркивает, власть делает и будет делать все необходимое для поддержки сотрудников автоваз-агрегата. В преддверии весны зима преподносит самарцам сюрпризы. За минувшие выходные в городе выпало больше 20 сантиметров осадков. На борьбу со снегом вышли около 300 единиц техники. Ситуацию с уборкой контролируют ежедневно. Равно как и ямочный ремонт, который стал особенно актуальным благодаря аномально теплому февралю. Этим злободневным для Самары темам в мэрии посвятили сразу два совещания. Собирались не только традиционно в понедельник, но и в субботу. Обзор сделала Лариса Шалафаст. Больше 7 тысяч тонн снега вывозят за минувшие выходные. В первую очередь очищают основные магистрали. Из-за плюсовой температуры снег активно тает. Чтобы на дорогах и во дворах не было луж, рабочие бригады прочищают ливневую канализацию. Туда, где нет ливневок, направляют дополнительные бойлеры, чтобы откачивать воду. Важно не только убирать снег, но и следить в целом за чистотой города, подчеркивает в понедельник на совещании глава Самары Олег Фурсов. Особое внимание остановочным павильонам. Их должны очистить от рекламы. Приведут в порядок урны и контейнерные площадки. Если в целом по городу стали убирать мелкий мусор, это заметно, да, то вот вокруг контейнерных площадок его недостаточно хорошо убирают. Поэтому тоже прошу себя обсудить, дать поручения соответствующие, чтобы контейнерные площадки приводили в порядок. Теплая погода обнажила и ямы на дорогах. Дефекты экстренно устраняют еще с начала февраля. Скоро к работе подключатся и подрядчики, которые в прошлом году занимались ремонтом. Нарекания есть по 25 участкам. Все недочеты должны устранить до 20 мая. Здесь, Владимир Андреевич, нужны графики согласованные. Давайте их в правительстве опубликуем. Когда подрядчики выходят по ремонту этих дорог, чтобы у нас четко была ответственность. И граждане видели, что эти дороги будут восстановлены. За сутки ремонтники восстанавливают более 600 квадратных метров дорожного полотна. С 1 марта ямочный ремонт будут вести сразу пять бригад. Такие цифры озвучивают в субботу. Глава города созывает внеплановое совещание с главами районных администраций. Его основная тема – то, как управляющие компании убирают снег и лед. Сейчас почти все выходы из подъездов расчищены. Но когда уже весна на пороге, нужно менять график работы дворников. Не надо сегодня вытаскивать в 6-5 утра или в 7 утра. Если там, где есть обледенение, вышел с солью, покидал и ушел. Выводить его надо с 12 часов и работать до 19, когда все оттаяло, чтобы этот лед убрать. Отдельный вопрос по управляющим компаниям, которые обслуживают дома сразу в нескольких районах. На практике угнаться за двумя, а то и тремя зайцами у них не получается. Снегоуборочную технику перебрасывают из одного района в другой. А качество очистки дорог страдает. К таким трансрайонным коммунальщикам предъявят жесткие требования. К началу следующей зимы составят список, сколько дворников и техники необходимо в каждом районе. И это станет условием лицензирования. Либо мы заставляем работать управляющей компанией так, как нужно жильцам и горожанам. Либо мы ставим там свои муниципальные предприятия. И порядка будет гораздо больше. Как показала практика, в тех районах, где на смену частным коммунальщикам пришли муниципальные управляющие компании, и снег убирают теперь лучше, и проблем гораздо меньше. Лариса Шалафаст, Марина Кравцова, Артем Сулайманов, Алексей Золотенков. События. Подарить надежду, радость, улыбки и теплоту душевную. Такие цели поставили организаторы первого благотворительного аукциона «Подари надежду». В качестве лотов творческие работы инвалидов. Вырученные деньги пойдут на лечение детей с онкогематогенными заболеваниями. Акция прошла настолько успешно, что самарцы попросили сделать такие аукционы традиционными. О начинании у которого большое будущее. Материал Марина Кравцовой. У Дениса с рождения тяжелое заболевание сердца, и он сам постоянно нуждается во внимании. Но когда мальчику предложили помочь другим больным детям, не раздумывал. Не так давно Денис увлекся шитьем необыкновенно душевных кукол Тильда. И на аукцион выставил самых любимых персонажей – волшебницу и музыкального котенка. Он как-то один раз пришел, говорит, вот я в интернете нашел вот такого-то мишку. Говорит, давай сошьем, не проблема. Сама возможность делать подарки и потом их дарить, как-то вот у ребенка вызвала именно вот этот интерес. Идея провести аукцион прозвучала во время выставки, посвященной Международному дню инвалидов. Эту инициативу поддержали власти Самары. У нас была выставка изделий авторов инвалидов. На этой выставке присутствовал глава. И он предложил, давайте проведем аукцион. Очень сложно, не выходя из дома, видеть красоту мира. И в данном случае мы вот сумели показать, насколько мы талантливы, насколько мы творческие. С молотка ушли 20 слотов картины, вышивки, игрушки, поделки. За многие развернулась настоящая борьба, а цены выросли в десятки раз. За искусные работы, хранящие тепло рук и сердец авторов, боролись руководители крупных предприятий города, частные предприниматели, представители банков, юристы, представители городской администрации и думы. Обладателем одного из лотов стал глава Самара Олег Фурсов. Мы поможем авторам этих работ получить поддержку в жизни, самоутвердиться. И насколько важно, чтобы каждый из них понимал, что он обществом востребован. Что для него не существует барьеров в общении, в пользовании инфраструктуры города, в реализации своих творческих планов, в реализации своих способностей работать. Те инициативы, которые сегодня проходят в городе, мы с вами замечаем. Мы с вами увидели семь фасадов, которые отремонтированы были в прошлом году. И это уже ремонтировал бизнес. И я очень рада, что традиции меценатства, традиции дореволюционной Самары возрождаются. Авторы работ получили только стартовую стоимость. Все остальные средства пойдут на лечение и покупку дорогостоящих лекарств для детей больных раком. Участники аукциона уверены, такие начинания должны стать постоянными. А тех, кто хочет и готов помочь, в Самаре очень много. Они вопреки судьбе продолжают работать, продолжают учиться. Им необходима поддержка людей. Может быть, даже не те деньги, которые мы сегодня заплатили, а то, что их работы приняли, то, что их работы люди видят. В помощь маленьким пациентам удалось собрать почти полмиллиона рублей. А значит, подарить им надежду на выздоровление. А людям с ограниченными возможностями здоровья – уверенность в себе. Счастье, что оно, даже птица. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Названы имена лучших женщин губернии. Итоги акции «Женщины года» Самарской области подвели сегодня в филармонии. В этом году увеличилось количество номинантов, их 80. Женщины, проявившие себя в политике, бизнесе, науке, медицине, культурной и образовательной сферах. Кандидатуры выдвигали общественные организации, творческие союзы и трудовые коллективы. Акция проводится по инициативе Союза женщин Самары. За 18 лет победителями становились более 2000 человек. Получилась, мне кажется, очень хорошая форма работы с людьми, поиска талантов, мотивация людей на активную работу, общественную работу, профессиональную работу, на повышение своего профессионального уровня. Мне кажется, женщина, как всегда, была труженицей. И поэтому я считаю, что это вполне заслуженная акция сегодня. Старш работы у меня большого, 42 года. В профсоюзе еще больше, потому что еще в институте вступили в профсоюз. Курс на спорт. Лучшим педагогом Самары стал учитель физической культуры. Всего в финал городского конкурса вышли 6 человек. Все они будут представлять Самару на областном уровне. Профессиональный конкурс «Учитель года» проводит больше 20 лет. За это время 9 самарских учителей проходили на всероссийский этап. Благодаря прошлогодней победе Сергея Кочерешко финал этого года пройдет в столице 63 региона. Кто войдет в пятерку лучших учителей России, мы узнаем осенью. Но уже сейчас известно имя лучшего учителя Самары. Валерия Макарова продолжит. Вошла в шестерку лучших педагогов и стала лучшим молодым учителем Самары. Для Ксении Лазаревой это первая столь крупная победа. Преподаватель физкультуры уверена, спорт – важный предмет. Он помогает детям быть сильными и целеустремленными. Любому педагогу нужно пройти через конкурс обязательно, потому что действительно он дает очень многое. Я для себя считаю, что это не последняя ступенька в моей карьере, и что в дальнейшем тоже буду участвовать. Главная награда, звезда и звание лучшего учителя Самары присвоена Екатерине Сынжирян, педагогу школы номер 176. Что примечательно, она тоже преподает физическую культуру. Статуэтку победителя она получает из рук главы Самары и своего коллеги Сергея Кочерешко. В прошлом году именно он стал первым самарцем, кто выиграл всероссийский этап конкурса «Учитель года». Глава города Олег Фурсов взял с Екатерины Сынжирян обещание подготовить к чемпионату 2018 года выдающихся спортсменов. Также он отметил, многое в Самаре делается в сфере образования. Впервые за четверть века в городе заложены две новые школы. Это в поселке Волгарь и в поселке Труды и Ключи, так называемый кошелек проект. Это тоже черта нашего сегодняшнего времени. Мы активно реконструируем школы. Мы возвращаем школы, ранее переданные в ведение сторонних организаций, в муниципальную собственность. Сегодня подвели итоги еще нескольких конкурсов профессионального мастерства. Грамотами отмечены лучшие работники сферы образования, директора, учителя, воспитатели, психологи и логопеды. Наверное, самый именитый педагог всегда с триптом относится, как же оценивают его труд родители. Поэтому я хочу сказать вам сегодня огромное спасибо от всех самарских матерей за то, что вы выбрали эту профессию и за то, что вы ей останетесь в губернии. Теперь финалисты будут представлять Самару на областном этапе конкурса «Учитель года-2016». И уже этой осенью губернанская столица впервые примет участников всероссийского этапа. Именно в нашем городе назовут имя лучшего учителя страны. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Самарский академический театр оперы и балета в эти выходные подарил свою большую сцену самодеятельным творческим коллективам со всей области. Более тысячи артистов-любителей выступили в галоконцерте третьего губернского фестиваля «Рожденные в сердце России». С участниками и победителями познакомился Сергей Кизоркин. Это в жизни они доктора, нефтяники и чиновники. А здесь, на сцене оперного театра, все вместе ансамбль «Россияне». Актеры-любители из Новокуйбышевска к своему триумфу шли три года и на этот раз покорили жюри и зрителей, уверенно заняв первое место среди губернских городов. Впереди у ансамбля концертный тур по области. Новых песен, новых танцев. Мы здесь вот три года ездим, как говорится, встречаемся. Мы все уже подружились. Мы просто счастливы видеть друг друга. Вот и дай бог, конечно, вот эти туры будут. И следующий такой же будет фестиваль. Самобытные театральные постановки, яркие вокальные танцевальные номера. Жюри фестиваля только приветствуют эклектику в творчестве народных коллективов. Лучшие ансамбли на галоконцерте получают от губернатора дипломы. По мнению Николая Меркушкина, привлечение на фестиваль народного творчества одаренных детей и молодежи в огромной мере определяет облик Самарской области на ближайшие десятилетия. Сладеет народное творчество этим и ценно. Что мы видим все то, чем мы пропитаны, что нас воспитало, что нас сделало людьми, что сформировало нашу культуру, что сформировало наш город и добрый жизни. Те же самые родные традиции, которые идут в глубину эпох, их просто так с человеческой памяти отнести. За победу в фестивале боролись более 400 творческих коллективов. Это около 6000 участников со всей Самарской области. И даже те, кто не попал в театральную любительскую элиту после участия в фестивале, рожденные в сердце России, пробуют свои силы уже на профессиональной сцене. Многие молодые конкурсанты поступают в театральные вузы. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События. Об экономических событиях понедельника расскажет наш обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Рублю нехорошо. Да так что и растущая нефть не помогает. На биржевых торгах баррель Brent стоит 35 долларов 72 цента. Вроде бы должно быть укрепление рубля, но он снижается. На 1 марта Центробанк установил курс доллара США на отметке 75 рублей 89 копеек. Курс евро 83 рубля 10 копеек. Кстати, евро укрепился незначительно в сравнении с долларом. Видимо, европейская экономика тоже не в лучшей форме. Золото стоит 3 тысячи 11 рублей за грамм. Серебро стоит 37 рублей 2 копейки за грамм. Сегодня на внеочередном заседании правительства Самарской области утвердили новый перечень имущества, составляющего залоговый фонд. Видимо, недалек тот день, когда в соответствии с посланием губернатора в губернии запустят программу облигационных займов. Ее, кстати, уже широко поддержали на федеральном уровне. А на сегодня это все. Удачи в делах. Сбережем лес, соберем библиотеку. Традиция сбора макулатуры возвращается. Беречь природу необходимы, уверены организаторы акции «Эко-книги». За каждые 30 килограммов с данной макулатуры участники акции смогут получить книги из серии «Великие музеи мира» и «Юношеская библиотека». Координацией работы по сбору старых книг и журналов в школах и вузах занимается партия «Единая Россия». Организаторы уверены, это не только шаг навстречу природе, но и хорошая поддержка предприятий по переработке вторсырья. Ведь в мире во вторичную переработку идет практически все. На сегодняшний день мы хотим привлечь детей, которые станут носителями информации о том, как можно использовать лежащую дома макулатуру или в школе, или в каком-то учреждении. Конечно, это не только школы, это не только какие-то библиотеки, это и муниципальные предприятия, и жители, и все имеют возможность принять участие в этом. В деле самарского адвоката Ольги Гисич скоро будет поставлена точка. В ближайшие дни суд планирует приступить к прении. Напомню, женщину обвиняют в организации нескольких преступлений. Вымогательстве крупной суммы денег, поджоге автомобилей и избиении сотрудников медицинской компании ДК. Напомню, приговор Дмитрию Козлову, которого по версии обвинения Гисич наняла, чтобы отомстить врачам, уже вынесли. Он проведет в колонии-поселении два года. Самой же Гисич грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие полагает, что мотивом для преступления послужил поставленный Гисич ошибочный диагноз – рак. Она же, в свою очередь, свою вину полностью отрицает. По ее словам, от нее попросту хотят избавиться, так как, являясь юристом, она отстаивала права женщины, которая якобы пострадала от действий врачей. Женщинам абсолютно здоровым ставились несуществующие диагнозы. Я участвовала, представляла интересы одной из потерпевших. Это право Ольги Владимировны так защищаться. Суд должен разобраться во всех этих вещах. А по поводу той позиции, которую мы заявляем в суде, то есть есть исполнитель, который арестован, уже отбывает наказание, он все подтвердил в суде. Люди, родившиеся 29 февраля, привыкли слышать шутку. Повезло, что год был високосный и мог бы вообще не родиться. Этот день называют днем парадоксов, опасным касьяновым днем и днем, полным магических хитросплетений. Как живется тем, кто отмечает день рождения в эту уникальную дату, узнала Марианна Мирная. Елене Гавриловой сегодня исполнилось 6 лет. Так сошлись звезды. И в 1992 году на свет появилась светловолосая девочка Акурат 29 февраля. Редкая дата рождения, несмотря на общепринятые представления об этом дне, Ле не приносит только удачу. Подтверждает парадокс лишних суток разнообразием своих талантов. Каких-то сверхъестественных способностей у меня нет, даже не ощущала. Но так я очень люблю и танцевать, очень люблю за компьютером работать. То есть, ну вот, допустим, я сейчас работаю на двух работах. У детишек танцы преподаю и сейчас в информационном центре работаю. Детей, рожденных в лишний день, обычно записывают или 28 февраля, или 1 марта. В документах же Лены Гавриловой значится именно 29 число. Ирина Кудряшова сегодня счастливая многодетная мама. Сегодня в 3 часа дня, 29 февраля, на свет появился долгожданный мальчик. Весом почти 5 килограммов. А незадолго до родов она успела дать интервью. Наверное, необычный ребенок должен быть. И вообще, я читала много, что дети, рожденные в этот год, необычные дети все должны быть. Ну, и радости маме и папе, наверное, принесет, и родине. Лишние сутки образовались из-за вращения земли вокруг солнца. Полный круг, 365 дней и еще почти 6 часов. Так и вышло, что для ровности подсчетов раз в 4 года необходим еще один дополнительный день. Про 29 февраля издавна было много слухов и легенд. Но по большей части все это предрассудки. Древние славяне считали 29 февраля днем опасным. Они думали, что можно встретить потусторонние злые силы, особенно ночью. Поэтому и спали до обеда. Во второй половине дня они совершали обряд очищения. Избавлялись от всего ненужного. Золотой фонд российского тенниса в Самаре. Впервые в областной столице прошел чемпионат России по настольному теннису среди ветеранов. В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов из 45 городов страны. Самому молодому участнику соревнований 39 лет. В настольном теннисе разница в возрасте не имеет большого значения. В этом убедилась Ольга Морозова. Антонина Добрынина самая старшая участница соревнований. Ей 89. С ракеткой подружилась полвека назад. Раньше участвовала в чемпионатах Москвы. И сейчас женщина не пропускает ветеранские турниры по теннису. К поездке в Самару Антонина Васильевна готовилась. Тренировалась по два раза в неделю. С соседом по дому. Настольный теннис многое дает. Потому что очень много движений. А это очень хорошо. Потому что и наклонишься, и подвигаешься, и туда, и сюда. Вообще, жизнь дает. Общение дает. Сколько друзей, смотрите. Ветеранский чемпионат по теннису Самара принимает впервые. В последнее время власти города уделяют много внимания развитию этого вида спорта. Теннис пользуется все большей популярностью. В центре «Первая ракетка» созданы достойные условия для проведения соревнований самого высокого ранга. В прошлом году мы привели успешную жизнь для российских и акциональных спортсменов. Куда приехали все среди вечно. Но, честно скажу, вот такого амшлага, как сегодня мы видим здесь, это 520 спортсменов в 45-м среди годах российских федераций. Но, наверное, последние годы не видели никогда. Среди участников есть именитые спортсмены, чемпионы страны, мастера спорта международного класса. Самарская сборная по итогам трех дней соревнований завоевала 8 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей. Лучшим в личном и командном зачете стал самарский спортсмен Владимир Тудвасев. Возрастной категории 60-64 года. Ольга Морозова, Станислав Левин. События. Пришло время новостей спорта и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Тарасовская золотая шайба с каждым новым сезоном становится все более популярной. Не только среди мальчишек. Сейчас в хоккей играют и девчонки. Если три года назад за призы сражались 33 команды со всей области, то в этом налет вышло 81. Почти все районы и города региона. В Самаре за выход в областной финал сражались 20 вискультурных коллективов. Чем больше спортивных арен, тем больше детей, нужны хорошие тренеры. У них появится интерес к работе с детьми. И мы уверены, что на следующий год на золотой шайбе уже будет не 1300, а гораздо больше наших спортсменов. В областном финале золотой шайбы за Самару играли три команды. Чайка взяла две бронзы, победив красноармейскую комету 9-4 в старшей возрастной группе и пестравских шершней в средней со счетом 6-3. Еще одно третье место у Самарца. Среди младших команд они одолели опять же насекомых из пестравки 7-1. Для некоторых дворовых хоккеистов турнир «Золотая шайба» – отличный трамплин в профессиональный спорт. Турнир «Золотая шайба» – это все-таки кузница наших олимпийских чемпионов, чемпионов мира и, естественно, в НХЛ. Дело в том, что мы «Золотую шайбу» для того и собираем с дворового вида спорта, где ведем естественный отбор игроков и молодых хоккеистов, где, естественно, потом они идут в спортивные школы. «Золотую шайбу» областного значения в этом году выиграли две команды «Марат» из села Ягодное и «Отрадненский спортград». «Отрадный капитан команды мужской, девочка, вот она победитель. Видите как? Мы там два года назад имели Литовый дворец, даже не там, полтора года назад, да? И вы научились так уже, как я играю. Молодцы, успехов вам». Чемпионы областной «Золотой шайбы» поедут весной защищать честь Самарского региона на Всероссийский турнир в Сочи в новой хоккейной экипировке и форме. Подарок от организаторов соревнований. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин